точек как следствие преобразования лоренца именно лоренцевское сокращение длины и замедление времени это достаточно все простые вещи они изложены в миллионе учебников на записи моих лекций прошлогодних можете посмотреть или еще чьих-нибудь в общем это я пропускаю мы с вами сейчас обратимся к такой величине как интервал интервал это ключевая величина намного раз будет у нас с вами попадаться интервал это такая вещь нечто похожее на длину или норму но другая значит интервал определяется как квадратный времени минус квадрат расстояние зачем он нужен но дело в том что если вы нам с вами привычная величина это расстояние между двумя точками интервал между двумя точками можно тоже определить с квадрат интервал между двумя событиями c квадрат t1 минус t2 квадрат извините минус x1 минус x2 квадрат минус y1 минус y2 квадрат минус z1 минус z2 квадрат это как бы расстояние от начала отчета это расстояние между двумя точками четырехмерными точками точками в четырехмерном пространстве чего хорошего в расстоянии в нашей с вами в декартовой системе то что при преобразовании поворота меняются все координаты но расстояние между точками сохраняется вот вот все преобразования координат все равно когда вы ищете рассчитываете расстояние между двумя точками вот такое вот она сохраняется оказывается что в четырехмерном мире вместо расстояния надо использовать интервал он сохраняется и при поворотах и еще при преобразованиях лоренца вот при забегая вперед сразу скажу это ну через пять минут мы с вами убедимся что действительно преобразование лоренца сохраняет интервал давайте вспомним преобразование лоренца начнем с матричной формы матрица лоренца мы с вами в тот раз писали гамма минус бета гамма минус бета гамма гамма это кстати вот если в форме 2 на 2 кто вспомнит между какими компонентами вот тут у нас 4 время x y z а здесь какие две компоненты используют оставлены из тех время и координаты совершенно верно координата x то мы предполагаем что у нас системы относительно друг друга движутся по оси x поэтому здесь кроме времени координата x фигурирует то вдоль которой одна система движется относительно другой вот давайте заметим такую штуку что гамма и бета это не независимые величины гамма квадрат равна 11 минус бета квадрат правильно мы с вами вот такое определение в тот раз писали соответственно можно заметить что вот эти элементы связаны друг с другом следующим образом гамма квадрат минус бета гамма квадрат равно единице гамма квадрат вынесем 1 минус бета квадрат и отсюда сразу следует что это единица а тогда вот эти вот коэффициенты можно обозначить с помощью одного параметра да если между двумя коэффициентами связь можно параметризовать их одним параметром и вот это соотношение наталкивает на мысль что это может быть гиперболическая замена переменных то есть можно сказать что это какой-то чосинус а это какой-то шинус давайте вот так скажем и так сделаем замену переменных гамма извините саш какого-нибудь фи бета гамма саш того же самого фи и тогда у нас матрица лоренца запишется в виде чосинус минус шинус минус шинус чосинус кстати есть аналогия у этой матрицы с каким-нибудь знакомым вам преобразованием похоже на преобразование поворота только она какое-то гиперболическое и здесь место симметрия вместо антисимметрии но это наталкивает на мысль что вот как вообще связаны обычные тригонометрические функции гиперболические они связаны заменой числа на мнимое число стак с таким же модулем да вот это наталкивает на мысль что преобразование лоренца это что-то типа поворота на мнимый угол вот и в принципе это так и есть если уж пытаться преобразование лоренца изображать как поворот это поворот на мнимый угол вот а теперь покажем что используя лоренца в такой форме удобно как раз показать что преобразование лоренца не меняет интервал ну поскольку у нас только ct и x задействованы значит пока y и зад не пишем они не преобразуются и мы значит вычисляем интервал в новой системе отчета и покажем что он такой же как старый значит с штрих квадрате это c квадрат т штрих квадрат минус x квадрат x штрих квадрате вот значит штрихованный интервал я записал а теперь применим вот такое преобразование лоренца к этим самым координатам и убедимся что такая же форма образуется относительно не штрихованных координат значит мы знаем что вот эта штука используется так ct штрих x штрих а здесь у нас ct x вот значит ну c квадрат переписываем теперь ты штрих квадрате это первая строчка это будет ct ч синус фи минус x шинус фи в квадрате минус x штрих квадрате значит нижняя строчка x ч синус фи я с этого начну писать x ч синус фи минус ct шинус фи тоже в квадрате значит легко видеть что удвоенные произведения как это называется да удвоенные смешанные произведения здесь сокращаются вот она c квадрат значит здесь ct x шинус ч синус с минусом здесь с плюсом x ct ч синус шинус а есть лишнее c квадрат написал потому что здесь уже ct вот то есть вот вот она вот она тут видно что значит удвоенные произведения сократились квадраты значит ct квадрат ч синус квадрат минус ct квадрат шинус квадрат просто ct квадрат получилось c квадрат t квадрат и значит минус x квадрат шинус квадрат плюс x квадрат ч синус квадрат получается минус x квадрат то есть мы получили исходный интервал в не штрихованной системе что и требовалось доказать итак интервал пишем бессмертную фразу интервал инвариантен относительно преобразования воренца интервал инвариантен относительно преобразования лоренца значит он играет роль Ну не буду говорить, что он играет роль расстояния Просто интервал инвариантен относительно Лоренца Расстояние инвариантно относительно поворота Но дело в том, что интервал он в себе содержит и расстояние между точками тоже То есть если не преобразовывать время То интервал между точками станет просто расстоянием со знаком минус То есть квадрат интервала станет квадратом расстояния со знаком минус Это, кстати, немножко пугающе звучит, что это за квадрат, который со знаком минус. Но так бывает, вот так вот он определен. Оказывается, что преобразование Лоренца инвариантно относительно величины, которая не является вещественной. Но что поделать, у каждого свои недостатки. Теперь про то, что квадрат инварианта оказывается положительным или отрицательным. Давайте рассмотрим эти два случая. Во-первых, чтобы развязать себе язык, я определю такую вещь, как мировая точка или событие. Я не помню, в тот раз говорил или нет. В общем, мировая точка — это просто четыре координата. CTXYZ — это мировая точка или событие. Так вот, мы, значит, сейчас рассмотрим две каких-нибудь мировых точки в исходной системе координат. Ну и, в общем-то, скажем, что если рассматривать интервал, то этот интервал не будет зависеть от того, в какой системе координат мы это рассмотрим. Значит, нарисуем такую картинку. В одной оси будем откладывать время, приведенное к координате. CT — приведенное по размерности к координате. И по другим осям будем рассматривать координаты. CT — это X, Y и Z. Ну, тут вот на доске всего два измерения. Значит, нарисуем такую линию, а точнее четырехмерный конус. CT квадрат равно X квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат. Допустим, что в начале координат находится событие, которое мы обозначим 1. Вот 1 — это событие или мировая точка какая-то. И мы рассматриваем еще одну точку, которая находится где-то здесь, относительно вот этой точки. Ну, допустим, как где-нибудь вот тут. Вот это, значит, точка 2. Мы можем посчитать интервал между этими двумя событиями или точками, вот как показано там на доске в нижней строчке. И полезное свойство интервала состоит в том, что неважно, в этой мы системе отчета рассматриваем или в какой-то другой, интервал будет таким же самым. У интервалов есть такая особенность, что квадрат интервала может быть положителен. И можете заметить, что если точка 2 лежит внутри вот этого светового конуса, это вот так вот определенный конус называется световой конус. Световой конус. Если событие 2 лежит внутри светового конуса, то квадрат интервала будет какого знака положительного, потому что тут будет t2 минус t1 квадрат больше, чем x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. То есть квадрат интервала будет положителен. s1,2 в квадрате больше нуля. А здесь, соответственно, s1,2 в квадрате будет меньше нуля. И оказывается, что события 2, находящиеся в пределах светового конуса события 1, они имеют свои особенности по сравнению с теми событиями, которые находятся вне светового конуса. Вот сейчас мы разберемся с тем, что называется классификацией интервалов между событиями. Классификация интервалов. Но вся классификация ограничивается тем, что квадрат интервала может быть положительным или отрицательным. Значит, первый вариант. s1,2 в квадрате больше нуля. То есть, c модуль t2 минус t1 больше, чем модуль x2 минус x1. Вот так выбрано второе событие, что оно для него, грубо говоря, время больше, чем расстояние. В этом случае можно сказать следующее, что последовательность событий является точно определенной. то есть если t2 больше, чем t1, то есть событие 2 происходит в рассматриваемой системе отчета позже, чем событие 1, то и в любой другой системе отчета событие 2 будет позже, чем событие 1. t2 штрих больше, чем t1 штрих для любой системы k штрих. В этом случае говорят, что события могут быть связаны причинно-следственной связью. То есть, вы не можете найти такую систему отчета, где поменяется последовательность, временная последовательность событий. Представить это можно так. Смотрите, если ct больше, чем x, значит, выпустив импульс света из первого события, этот импульс успеет дойти до точки x2 до того, как произойдет событие номер 2. И это значит, что вы как бы можете из точки 1 всегда послать сигнал в точку 2 о том, что вот, значит, здесь уже произошло событие. Наблюдатель в точке 2 получит этот сигнал и скажет, так, значит, событие 1 уже произошло, оно было раньше, а событие 2, соответственно, позже. А вот вся эта процедура прохождения светового импульса, она как бы будет наблюдаться, может наблюдаться в любой системе отчета. Поэтому, значит, последовательность событий, вот при этом соотношении координат, она фиксирована. Ну, давайте проверим. Значит, у нас, ну, запишем, т2 штрих. Вот. И, естественно, мы будем писать преобразование Лоренца, да? Ну, как бы логично, чтобы связать. Мы хотим из того, что т2 минус т1 больше нуля, доказать, что для любой системы отчета т2 штрих минус т1 штрих тоже всегда больше нуля. Ну, тогда пока без неравенства пишем, мы просто преобразуем с помощью преобразования Лоренца. Это гамма т2 минус т1 минус v на c квадрат x2 минус x1. Теперь мы хотим, используя вот это вот неравенство, здесь написать цепочку неравенств, которая покажет, что вот это больше нуля. Знаю, что вот это больше нуля. Значит, равно гамма т2 минус т1 я вынесу. Мы знаем, что это положительная величина 1 минус в c x2 минус x1 делить на t2 минус c t2 минус t1. Вот в таком виде представим. Теперь пора использовать вот это соотношение. Значит, если мы заменим вот эту штуку на модуль, то понятно, что вот это соотношение, может, вот эта часть выражения может только увеличиться, да, если мы ее на модуль заменим. А учитывая, что она с минусом, она может только уменьшиться. Правильно? Так и запишем. Значит, больше или равно больше или равно гамма t2 минус t1 1 минус vc модуль x2 минус x1 на c. Ну, тут можно модуль не писать, но все-таки напишем t2 минус t1. Вот. А исходя из вот этого выражения, значит, видно, что это меньше единиц. Да? Значит, вот это так меньше или больше x2 минус x1 меньше единицы. это меньше единицы, но оно со знаком минус, значит, надо ставить знак больше, да? Меньше единицы, это относится вот ко всей вот этой штуке. Значит, больше гамма t2 минус t1 1 минус vc. Я здесь заменил всю эту дробь на единицу, да? Потому что такой у нас интервал. Замечательно, но 1 минус v к c какой знак имеет? v ведь не может быть больше c, правильно? Положительный. И это по условию положительный, значит, это больше нуля. Что и требовалось доказать. Значит, если последовательность событий в лабораторной системе сначала 1, потом 2, то и в любой другой системе, в силу того, что система не может лететь со скоростью больше скорости света, знак такой же. Именно вот при таком соотношении интервалов. запишем. Возможно, точнее так, последовательность событий является универсальной. последовательность событий. Ну, лучше напишем не зависит от системы отчета. И можете дополнительно записать, что возможно причинно-следственная связь между событиями. Теперь, соответственно, рассмотрим противоположный случай. противоположный случай это когда S1,2 в квадрате меньше нуля. Да, я еще не сказал название. Когда квадрат интервала больше нуля, то как бы время больше, чем координата, и это называется временеподобный интервал. временеподобный интервал. а это, соответственно, пространственно-подобный. Пространственно-подобный. Пространственно-подобный интервал. если интервал пространственно-подобный, то два события разделены таким большим расстоянием, что свет, испущенный из первого события, не успеет дойти до точки второго события, до того, как оно произойдет. И в этом случае можно, пересев в другую систему отчета, поменять порядок между событиями. И, соответственно, если это так, то не может быть причинно-следственной связи между двумя событиями. Одно не может быть причиной другого. Потому что даже если взаимодействие будет переноситься со скорости света, оно все равно не успеет дойти из первой точки во вторую. Значит, тут у нас предстоит похожее доказательство. то есть если допустим, что t2 минус t1 больше нуля, мы как бы хотим показать, что существует такая система отчета, где для штрихованных времен нарушится этот знак. Но достаточно показать следующее. Существует такая система отчета, которая движется со скоростью медленнее, чем скорость света, в которой события произойдут одновременно. А если мы еще подразгоним систему, то вообще поменяется последовательность. Итак, докажем. существует система k-штрих, в которой t2 минус t2 штрих минус t1 штрих равно нулю. Понятно, да, моя логика? То есть не обязательно там неравенство писать, достаточно показать, что такая система есть, в которой хотя бы они одновременно произойдут. а тогда можно еще чуть подразогнаться и уже последовательность нарушится. Вот, мы делаем в целом вот такое же, значит, пишем такие же соотношения, то есть пишем t2 штрих минус t1 штрих равно вот этому. Давайте вот это выражение обозначим звездочка, и я его сейчас запишу. Итак, значит, переписываем звездочку гамма t2 минус t1 1 минус vc x2 минус x1 t2 минус t1 и мы хотим, чтобы это чему было равно? нулю. вот, потому что это и есть t2 штрих минус t1 штрих ноль. А чего из этого следует? Значит, мы опять, естественно, будем применять вот к этому соотношению неравенство, которое следует из пространственно подобного интервала. У нас что следует из пространственно подобности? То, что c модуль t2 минус t1 теперь меньше извините, что-то рука пишет не то. Значит, вот, если так, то мы можем, ну, допустим, вот мы это требуем, да, и переносим, ну, вот на это сокращаем, переносим вот это вот в правую часть. Мы, собственно, хотим показать, что вот это равенство не противоречит тому, что в x меньше единицы. Вот, что мы будем показывать. То есть, система может двигаться со скоростью, которая допускается физикой для того, чтобы события стали одновременными. Пишем vx x2 минус x1 t2 минус t1 равно единице. Но, если вот это равно единице, то можно и модуль написать. Здесь напишем модуль. А тогда а тогда вот это вот следствие то есть вот эту штуку надо было здесь написать. Вот. А теперь мы применим то, что у нас действительно интервал пространственно подобный. Значит, разность x делить на разность времен больше единицы. Значит, вот это больше единицы. Вот. Ну и, соответственно, а, соответственно, это... Так, а, ну да, правильно. Значит, это вот больше единицы. Если мы это сюда перенесем, получится, что vx как связано с единицей? Меньше единицы. То есть, vx помножается на число больше единицы, получается единица. vx меньше единицы. Замечательно. Значит, такая система действительно существует. И можно, пересев в другую систему отчета, поменять последовательность событий. Итак, последовательность событий зависит зависит от системы отчета. В этом состоит классификация интервалов. Ну и, чтобы завершить небольшую темку, я еще одно небольшое преобразование сделаю, которое просто полезно иметь в виду. Пропустив сокращение времени, я вам не рассказал об одной величине, которая называется собственным временем. Собственное время. Ну, наверное, напишем так, что в качестве домашнего задания, из-за того, что я в тот раз что-то долго рассказывал или, не знаю, организационно слишком долго отвлекся. На дом вам задается лоренцевская. сокращение длины и замедление времени. При сокращении длины вводится такое понятие, как собственная длина. Это длина отрезка в системе, в которой он покоится. вот его как бы собственная система отчета, в ней его длина максимальна. А в любой другой системе относительно собственной длины длина сокращается в гамма раз. Гамма это релятивистский фактор, который мы с вами уже сегодня многократно писали. Он всегда больше или равен единице. Равен единице только при нулевой скорости. Вот. Замедление времени состоит вот в чем. Если есть две системы отчета К К-штрих в стрихованной системе, которая движется, есть свои часы. Эти часы мерят то, что называется собственное время для системы отчета К-штрих. Значит, собственное время измеряется теми часами, которые покоятся в данной системе отчета. В этом случае собственное время оказывается самым малым. вот это собственное время. Время, прошедшее в другой системе отчета, окажется больше, чем в собственной системе отчета этих часов. Вот. Значит, теперь зачем я это рассказываю? Дело в том, что собственное время это очень широко используемая величина и вдобавок она практически совпадает с интервалом. Интервалы собственное время это одно и то же с точностью до домножения на скорость света. Интервал имеет размерность координаты, а время имеет размерность времени. осталось домножить на скорость света и получится из одного другое. Как это показать? Давайте с вами рассмотрим более физическую постановку. Она может состоять в следующем. Значит, рассмотрим снова картинку CTX и допустим теперь у нас впервые в этом курсе там движется какая-то частица. Значит, вот частица движется по четырехмерной траектории, путешествует в четырехмерном пространстве. Но по времени можно путешествовать только в сторону положительных значений, по координатам, как угодно. Так, это частица. Разделим ее траекторию на близко расположенные дискретные точки. и посещение частицей двух близко расположенных точек назовем событиями 1 и 2. Как вы думаете, если частица движется со скоростью меньше скорости света, то интервал между этими событиями в терминах нашей классификации каким должен быть? только вот таким, да? Потому что события движутся со скоростью не быстрее скорости света, и чтобы успеть из одной точки в другую, эти точки должны, интервал между ними должен быть временеподобным обязательно, только так, иначе нельзя будет сказать, в какую сторону по своей траектории движется частица, перейдя в другую систему отчета. Это уже бред, даже для теории относительности, которая на это дело богата с точки зрения обычного человека, непосвященного. Но это все-таки было бы слишком, если бы пересев в другую систему отчета, вы уже видели события наоборот, движение частицы в другую сторону по траектории. Вот, значит, времени подобный интервал. Давайте его запишем. Значит, с квадрат это с квадрат т2 минус т1 квадрат минус х2 минус х1 квадрат. Ну, не хочу еще y и z писать. Теперь скажем, что эти две точки очень близки, то есть мы дискретизируем траекторию на бесконечно близкие точки. Тогда запишем так, c квадрат dt квадрат минус dx квадрат dy квадрат dz квадрат. То есть мы ввели бесконечно малый интервал между двумя близкими точками траектории. Теперь вынесем c квадрат dt квадрат. c квадрат dt квадрат 1 минус значит что здесь у нас получается dx квадрат плюс dy квадрат плюс dz квадрат отдельно выпишу dx квадрат плюс dy квадрат плюс dz квадрат делить на dt квадрат. Как вы думаете, что за физическая величина вот эта есть? Это да, это модуль в квадрате от скорости, правильно? Квадрат скорости движения точки. Замечательно. v квадрат на c квадрат у нас получилось. Значит, теперь, если извлечь квадратный корень, получается, вот мы с интервала стартовали, с квадрата, значит, интервал без квадрата это c dt. вот эта штука какую ранее введенную величину напоминает гамму, только в знаменателе, да, гамма это 1 делить на корень из вот этого. c dt делить на гамма, но дело в том, что а тут-то в квадрате, но я извлекаю квадратный корень, да, здесь s в квадрате было, значит, теперь без квадрата. вот, а теперь время делить на гамма. Что это такое? А это собственное время как раз. Значит, так, я здесь продолжаю, значит, получается, что вот это вот dt.au не что иное, как приращение собственного времени в мгновенной системе отчета, связанной с этой частицей. так, получается c dt.au соответственно, как и обещал, а здесь ds правильнее написать, да, давайте так напишем, можно здесь разорвать равенство и сказать, что теперь, когда мы рассматриваем близкие точки, то тогда это уже не s, а вот ds у нас, правильнее так писать. Вот, значит, оказывается, что собственное время и интервал это практически одно и то же. Вообще, почему эти величины важны? Ну, во-первых, вы уже поняли, что интервал не зависит от системы отчета, это такая универсальная характеристика, как бы как расстояние между точками, только между событиями в четырехмерном пространстве. Но оказывается, что есть еще дополнительная область применения, она связана с тем, что когда частица движется по траектории, ну, мы как с вами привыкли, что такое траектория? Это x от t, y от t, z от t. t параметр в обычной механике, но теперь у нас t стала координатой, значит, что теперь взять в качестве параметра? Оказывается, что за параметр как раз удобно брать собственное время, tau. Позже, когда мы уже дойдем до физики, мы будем писать четырехмерные уравнения, относительно, ну, где производные будут браться относительно собственного времени, вот, и поэтому собственное время это важная величина, ну, а можно относительно интервалов писать, вот, ну, еще, прежде чем я закончу эту тему, обращаю ваше внимание вот на что, что точка движется как бы с любой переменной скоростью, как угодно, там, никто не говорит, что у нас постоянно движется, да, вот, любая траектория, значит, тогда собственное время, это время в какой системе отчета, а вот, если с точкой в данный момент времени совместить систему отчета, которая движется с той же скорости, вот именно в данный момент времени, тогда это будет инерциальная система отчета, это называется мгновенная сопутствующая система отчета, и вот в этот момент времени в ней будет, значит, пока она еще совмещена с частицей, будет проходить время ДТАУ, собственное время, в следующий момент времени эта система уже не будет собственной для частицы, потому что она там ускорится и куда-то по-другому уже ее скорость будет направлена. Там другая система отчета, поэтому вот это приращение собственного времени, оно в сопутствующей системе отчета. Но если проследить за частицей, можно вот такую характеристику проинтегрировать и найти уже изменение собственного времени на конечном участке траектории. Вот такие дела. На этом я пока немножко отвлекусь от физики, и мы с вами займемся математикой, а именно тензорами. Так принято, что вот эту присказку о СТО разрывают теории тензоров. Ну вы, наверное, как представители математического факультета можете только порадоваться. Наконец-то эта физика прерывается математикой. Вы, кстати, тензоры где-нибудь проходили по какому-нибудь... Номинали была тема со звездочкой. Тема со звездочкой. А тут вот... Считаю, не проходили. То есть ее не было, по сути. Но это как всегда у всех, в общем-то. Вот. Ну, замечательно. А вот у нас без тензоров, тензоры это тема без звездочки, и без них тут вообще никуда. Поэтому, значит, тут ее пройти нужно. Все будет потом записываться на языке тензоров. Но надо сказать, что то, что вы к третьему курсу не знаете, что такое тензор, ну и я так же не знал, это некий нонсенс, потому что тензоры это очень удобная форма записи вообще в физике. Тензоры нужны не только здесь. Это вот как векторы. Попробуйте уравнение Максвелла без векторов написать. Там сразу крокодилы будут страшные, да? Потому что ротор попробуйте расписать вот по компонентам. Это как вот издевательство будет. А тензоры это альтернативная форма записи, более универсальная, чем вектор. Значит, ну, пять минут перерыва. Вот. Итак, следующая наша тема тензоры. Сразу до того, как рассказывать, что такое тензоры, скажу, что они в нашем курсе бывают двух видов. Трехмерный и четырехмерный. На лекциях я рассказываю четырехмерные, а на семинарах трехмерные. Они отличаются технически. Тем, что, например, у четырехмерных есть верхний и нижний индексы, а у трехмерных нет смысла их вводить. Достаточно какого-нибудь одного, ну, как правило, нижний индексы пишут. Для того, чтобы их различать, ну, это разные семинаристы могут разных конвенций придерживаться. Я пишу так. Если индекс латинской буквой ИЖКЛ и так далее, это значит четырехмерный, лекционный тензор. Если индекс альфа-бета-гамма греческий, то это трехмерные семинарские тензоры. Ну, они, конечно, будут и путаться. Просто, ну, я вот именно смысл, саму суть. Вот на лекциях рассказываю четырехмерные, на семинарах трехмерные. Вот, ну, думаю, что многие семинаристы следуют тому же самому, но могут четырехмерщину вам и так порассказывать дополнительно на семинаре. Я этого делать не буду. Уже буду на семинарах просто как вот готовые физические законы, записанные в четырехмерной форме. Теперь, значит, по сути, зачем вам вообще тензоры? Ну, во-первых, в тензорной форме очень удобно записывать разные выражения. Так же, как вы в векторной форме можете большое выражение записать очень коротко, в тензорах это выражено еще сильнее. Тензоры позволяют записать прям большое выражение буквально в двух буквах. При этом из вида записи тензорного выражения видно, как устроена координатная форма. То есть векторное обозначение – это действительно обозначение, а в тензорах это прям как вот записанное выражение, ну, буквально вот две буквы, и у вас вот крокодил записался. Вот, это первое удобство. Из-за этого тензоры используют в физике повсеместно на самом-то деле. И в математике тоже. Второе. Значит, тензоры, оказывается, что они позволяют именно физические законы, такие, как они есть, записать, да что такое, записать коротко, просто и ясно. То есть такое ощущение, что вот физические выражения, вот как бы это, законы, они как вот специально сделаны, чтобы их записывали в тензорах. Ну, или тензоры сделаны так, чтобы записывать физику. Третья причина, почему тензоры полезны именно уже в нашем курсе, дело в том, что тензоры в свое определение включают закон преобразования при смене системы отчета. А это значит, что с помощью тензоров, записав какое-то соотношение, какую-то величину, выражение, с помощью тензоров удобно анализировать изменение этой величины при смене системы отчета. Там это практически автоматом получается. Вот преобразование со сменой системы отчета практически в них встроено. И особенно полезно обнаруживать с помощью тензоров такие величины, которые никак не преобразуются при смене системы отчета, или так называемые инварианты. Мы с вами уже про инвариантность говорили. Мы с вами в курсе будем учиться с помощью тензоров строить инварианты. Вы знаете из курса общей физики, например, инварианты поля. Е квадрат минус h квадрат или скарляр на е на h. Вот эта величина не меняется при смене системы отчета. А почему не меняется? С помощью тензоров это просто свертка, которая становится тензором нулевого порядка, который не меняется. Все, вот сразу. Так что в тензорах есть много пользы, и давайте к ним сейчас перейдем. Рассмотрим для начала такое выражение. Назовем его вектор. Рассмотрим. Пока я просто пишу. х и это равно х0, х1, х2, х3. Мы с вами будем, как я уже говорил, иметь дело с четырехмерными величинами. И вот мы с вами рассмотрели некий вектор с четырьмя компонентами. Почему у него здесь оказался индекс и? А вот в тензорной записи индекс обозначает тот факт, что этот индекс может принимать четыре значения, если четырехмерное. У нас любой индекс принимает значение 0, 1, 2, 3. Значит, вот и равно 0, 1, 2, 3. Любое выражение, записанное с участием индексов, например, х и это равно у и это, предполагает, что это выражение верно для всех четырех значений индекса. Так же, как вы бы равенство векторов со стрелочкой записали, у вас по координатам они равны. Значит, тензорное выражение предполагает, что оно верно для всех значений индексов. Вот, но это еще техника. Теперь, значит, я даже сейчас еще не могу ввести определение тензора, немножко отвлеченных соображений. Значит, рассмотрим преобразование вектора при смене системы отчета. Система координат. Что-то у нас нет, у нас времени сейчас пока нет. У нас математика, просто есть четыре координаты какие-то. Потом та, которая с нулем, станет временем через какое-то… в течение нашего изложения. Но пока это просто четыре каких-то координаты, мы меняем систему координат. Значит, сменяем систему координат. Системы. Смена системы координат. Ну, как она меняется? Можно так это изобразить? dx, штрих, и штрих. Я вот буду использовать индексы со штрихом, такие двухэтажные. Я бы мог обозначить это не и штрих, а какой-нибудь g, например. Но вы через какое-то время увидите, что штрих в индексе – это хоть и громоздко, но удобно. Меньше придется думать. Значит, я хочу записать, что эта сумма по i равно от нуля до трех, dx, штрих, и штрих по dx, и t, dx, и t. Значит, вот это способ перехода от старых координат к новым. У нас были координаты dx, и t, штрих. Это производная, и получилось dx, штрих, и штрих. Вот, теперь в тензорах принято выбрасывать сумму. Это называется правило Эйнштейна – выбрасывание знака суммы. Правило Эйнштейна позволяет выбрасывать сумму. Но я сотру ее, а вы напишите, перепишите. Вот такое выражение. И как, товарищ Эйнштейн, спросите вы, мы должны догадаться, что здесь была сумма, если ее тут сразу нет. Догадаться очень просто. Вот этот индекс повторяется в произведении два раза. По любому индексу, который в произведении повторяется дважды, предполагается суммирование. Правило Эйнштейна – суммирование по каждому индексу, повторяющемуся два раза в произведении. А что, если он повторяется три раза, вы можете спросить? Такого быть не может. Да, если оно встретилось, то за это понижается оценка. Причем не Эйнштейну, а тому, кто написал. Вот, так что лучше, чтобы в произведении один и тот же индекс три раза не повторялся. В тензорах вообще не любая запись имеет смысл. Не любая запись имеет смысл. То есть, есть запрещенные в тензорах записи. Индекс произведений может повторяться или один, или два раза. Если он повторяется один раз, он называется внешний индекс. И он вот как здесь. Тут индекс И повторяется здесь один раз, здесь один раз. И обязательно должно быть соответствие по индексам во всех слагаемых. Это как размерность. Нельзя, чтобы здесь были килограммы, а здесь секунды. И также индексы. Если здесь есть какой-то набор внешних индексов, то и здесь он. А вот повторяющийся два раза индекс называется внутренним. Это как локальная переменная в цикле for. Вы по ней просто суммируете внутри, и неважно, как вы ее назвали. Можете здесь написать j или другую букву какую-нибудь. Это просто внутренняя переменная цикла суммирования. А то, что она внутренняя, вы понимаете по двукратному повторению. Теперь пойдемте дальше. Давайте обозначим вот эту конструкцию, которая у нас здесь возникла, как А и штрих И. В общем, вы знаете, что это матрица перехода между двумя системами координат. А и штрих И. Вот, значит, записываем dx' и штрих равно А и штрих И dx' и. Ну, вот двукратно повторяющийся индекс, по нему суммирование. И вот матрица перехода. Таким образом, старые дифференциалы координат преобразуют в новые. Замечательно. Теперь заметим такую вещь, что в физике любая величина, которая имеет физический смысл, она как бы вклеена в пространство. Ну, например, вот вы преобразуете как-то координаты. Вот у вас была там скорость потока воды, допустим, вот туда направлена. Вы сделали преобразование поворота, как надо преобразовать координаты вектора скорости. Ну, так же, как и все координаты преобразуются, любой физический вектор, он преобразуется так же, потому что он как бы вклеен в пространство. Поэтому имеет смысл говорить вообще о векторе или тензоре с учетом правила его преобразования. Да. А это скаляр. Сейчас я расскажу. Это тензор. Тензоры бывают разных рангов. Ну, сейчас до этого дойдем. Вот, я имею в виду сейчас именно физические величины, которые изображаются векторами. Вот они преобразуются так же, как координаты. Вот, поэтому разумно было бы ввести понятие тензора и к нему привязать сразу же то, как он преобразуется. Итак, значит, тензор первого ранга или вектор. Это вот эта величина х0, х1, х2, х3, которая преобразуется как координата. Давайте так напишем. Не х теперь, извините, я хотел обобщить. Теперь давайте назовем это а и т равно а0, а1, а2, а3, которая преобразуется как координата. То есть а и т, а штрих и штрих равно а и штрих и, а и. Компоненты преобразуются с помощью той же матрицы поворота. Вот, теперь про ранг. Давайте определим еще другую величину. Возьмем и перемножим какой-нибудь тензор АИ на какой-нибудь тензор БЖТ и назовем это C и G. Что это значит? Ну вот два внешних индекса. Значит, при любом значении И и любом значении G мы можем посчитать такое произведение и записать табличку C и G, ну размером 4 на 4, при каждом значении И и G от 0 до 3. Вот объект уже более высокого порядка, который требует два индекса для его описания. Это тензор второго ранга. Вот, но если мы его определили так, то правило преобразования уже в него встроено. То есть преобразование при смене системы координат происходит следующим образом. T' и G' равно. Значит, мы должны первый вектор преобразовать, то есть помножить на, свернуть, так называют, с матрицей А. И штрих, и второй тензор, второй вектор должны также преобразовать, то есть свернуть и его с матрицей G' G, ну и потом записать C и G. Вот это правило является частью, да, 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 иногда называется внешнее произведение, декартовое произведение. В буржуйских книжках часто обозначают его вот таким значком, когда с помощью векторов пытаются записать. Вот, вы его, наверное, в матрице Грамма встречали там где-нибудь, вот оно у вас уже фигурировало. Вот, а в тензорах это не требует какого-то введения какого-то специального произведения. Вы просто записали произведение вот с разными индексами, и оно в себя включает вот такая запись, уже включает эту операцию. Вот, значит, определение тензора уже включает в себя правило преобразования. Значит, это включено в определение тензора. Вот, это важно. Частью определения тензора является правило преобразования. Вот, теперь я вас предупреждал, что существуют еще нижние индексы. Давайте рассмотрим такую величину еще. Да, ну, как вы понимаете, можно определить тензоры любого ранга. Третьего, четвертого, сотого, какого хотите. Значит, тензоры бывают любого ранга. Теперь про нижние индексы. Рассмотрим такую величину как градиент функции в пространстве. ДФ по ДХИТА. А, да, я еще не договорил вот эту часть. Если тензоры могут быть любого ранга, почему бы тензору не быть нулевого ранга? Действительно, можно взять и записать какую-нибудь величину А вообще без индексов и сказать, что это просто тензор, у которого ноль индексов. Тензор нулевого ранга. Если правило преобразования тензоров подразумевает твердку, я уже начинаю использовать это слово, твердку по каждому индексу с матрицей перехода, то как должен преобразовываться тензор нулевого ранга при смене системы координат? Никак, его не с чем свернуть. Вот, значит, он является инвариантом. Он не меняется при смене системы координат. В тензорах тензор нулевого ранга принято называть скаляр. В физике он особо полезный, потому что это и есть инвариантная величина, не меняющаяся в будущем при преобразовании Лоренца. Пока при смене системы координат. Так вот, продолжаю. Рассмотрим градиент. При смене системы координат, как он преобразуется? При смене системы координат, что произойдет? Мы, значит, df, pd, x, штрих, i' уже градиент в новой системе координат. Ну, записываем. Я с вашего разрешения сразу уже не буду писать сумму. Вот, запишу так. Значит, df, pd, x, i, t. А здесь, да, здесь d, x, i, t, pd, x, штрих и штрих. Заметьте, что вот эта величина обратная к вот этой, да, перевернутая. Но это, вообще говоря, просто обратная матрица, как легко убедиться. Вот, и вот эту величину мы обозначим другой буквой. Давайте это будет b маленькая. Снизу у нее индекс и штрих, сверху i. должна соблюдаться последовательность индексов, если, ну, и в том числе и сами индексы должны быть такими же, и верхний и нижний должны быть такими же. Значит, я здесь записал b маленько, верхний индекс, i, как здесь, нижний индекс и штрих, как здесь. То есть нижний индексы у нас немножко уже просочились, вот через, в виде вот этой переменной и в виде вот той переменной. Так вот, значит, видите, мы нашли такую величину, градиент, которая преобразуется не как координата, а с помощью обратной матрицы преобразования. Ну, вам это тоже знакомо. Например, кафедра математики вас познакомила и с этим. Например, когда у вас преобразовывался оператор, вы помните, его надо с одной стороны помножить на прямую матрицу преобразования, а с другой стороны на обратную, да? Ну, там когда-то она транспонированная, там когда-то еще какая-то. Ну, вот преобразование с помощью прямой и обратной матрицы перехода вам уже встречалось. Есть такие величины типа градиента, которые всегда с помощью обратной матрицы перехода преобразуются. Вот такие величины, значит, ну, допустим, обозначим это как df по dx и то, теперь обозначим как какой-нибудь вектор. А, b, c у нас были. Давайте обозначим d с нижним индексом и то. Вот надо различать векторы, которые преобразуются как координата, вот вроде этого, они обозначаются верхним индексом. Вот векторов, которые преобразуются с помощью обратной матрицы перехода, то есть они преобразуются как градиент функции. Их будем обозначать нижним индексом. Эти векторы имеют названия разные. Значит, этот называется, такой вектор, не просто вектор, он называется, раз уж их два вида, а контравариантный вектор. Извините, что сегодня так много длинных слов. Там это с прошлой лекции сюда сгрудились. Времени подобные, пространственно подобные, а теперь еще и контравариантный вектор. Ну уж извините. Контравариантный вектор. Но в качестве упрощения вам скажу, что контравариантный вектор по-простому называется просто вектор. Поэтому я его и назвал вектор в первый раз. То есть если говорится вектор, без уточнения, по умолчанию он считается контравариантным, то есть преобразующимся как координата. Если он преобразуется с помощью обратной матрицы, он называется ковариантный вектор. Ковариантный вектор. Или по-простому он называется ковектор. Значит мы с вами будем рассматривать векторы и ковекторы. Вектор преобразуется как координата, ковектор преобразуется с помощью обратной матрицы, то есть как градиент координаты. Значит наша область, конструктор, из которого мы можем что-то собирать, сильно расширился. Мы можем, например, придумать какой-нибудь такой тензор. А, И, Ж, К. Вот. То есть могут быть объекты, которые в себе содержат и верхние индексы, по которым предполагается преобразование с помощью матрицы А, и нижние индексы, по которым они преобразуются с помощью обратной матрицы B. То есть можно записать А штрих, И штрих, Ж штрих, К штрих, элементы этого самого тензора третьего ранга в штрихованной системе координат. Вот, чтобы не ошибиться, проще записать так. Вначале переписать его весь без штрихов. Да, вот он был со штрихами, теперь без штрихов. И Ж, К. Теперь по числу верхних индексов приписываем матрицы А. 1 и 2. По этому индексу приписываем матрицу B. И снабжаем их индексами, эти матрицы, так, чтобы выполнялось правило соответствия индексов. Здесь должен быть верхний, здесь верхний штрих, значит здесь верхний штрих должен быть. Верхний Ж штрих, здесь верхний Ж штрих, нижний К штрих, нижний К штрих. Теперь здесь есть индекс И, верхний. Так вот, если эти величины стоят в произведении, то в произведении вот эта пара может быть только один верхний, другой нижний Вот это правило четырехмерных тензоров Значит, если этот верхний, здесь нижний Этот G верхний, здесь нижний K нижний, K верхний Поняли? Вот, главное не ошибиться А здесь отличие от семинарских тензоров Там не будет верхнего, нижнего, поэтому там свертка идет по двум нижним всегда А здесь только верхний, нижний Почему и какой это смысл имеет, скоро увидите Ну, точнее, видимо, уже в основном вы это увидите через неделю Я чуть-чуть подтормаживаю что-то в этом году Ну, ладно Наверное, это с непривычки Когда читаете онлайн, там просто это вот как максимальную скорость включаете И, значит, это А так как-то вот хочется, чтобы кто-то что-то понял Когда вы сидите где-то там в интернете Я просто как вот для себя на максимальной скорости Говорю, так, что там надо сказать следующее Тензорная... Во, свертка Ну, в принципе, свертку я вам уже рассказал Значит, свертка Это суммирование по дваждеповторяющемуся индексу А давайте так, я отдельно скажу Тензорные операции Тензорные операции Это операции, которые из тензоров делают опять тензор Почему это так важно? Дело в том, что слово тензор в себя включает важную вещь Правила преобразования при смене системы отчета Если вы запишите просто какие-нибудь четыре числа Ну, допустим, какие-нибудь там компоненты Какого-нибудь привычного вам вектора Не факт, что вы получите тензор при этом Надо еще доказывать, что это тензор Один из удобных способов доказательства, что это тензор И следующий Если у вас есть величины, которые вы уже знаете, что это тензоры Вы из них сделали выражение с помощью тензорных операций И тогда вы сразу знаете, что вы опять получили тензор Но эти тензорные операции еще надо ввести Значит, это сложение Сито равно Аито плюс Бито Вы сложили величины, которые заведомо являются тензором Как доказать, что С это тоже тензор? Надо сказать, что и этот, и этот преобразуется с помощью матрицы Аито И тогда вы, вынеся матрицу Аито за скобки Вы увидите, что С преобразуется тоже С помощью этой же самой матрицы Понятно? Могу не показывать подробно Там сложение Ну понятно, помножение на число Бито равно какое-нибудь число Т на Аито Вот, и важная операция Свертка Свертка Ну, например, вот так Возьмем Аии Тензор второго ранга Свернем с тензором первого ранга Который является ко-вектором Какой индекс я должен написать здесь? Подскажите мне, пожалуйста И сверху, да? Верхний индекс и только так Спасибо Значит, это вектор Получился в результате помножения вектора Тензора второго ранга на ко-вектор Ну, а что это за помножение? Это подразумевает по правилу Эйнштейна Суммирование по значениям жи равно 0,1,2,3 Вот это и есть свертка Вот это свертка А нам надо доказать, что свертка Это тензорная операция То есть, если вот эти двое тензоры То это тоже тензор Вот смотрите доказательства Значит Доказательства Значит Преобразуем первый вектор и второй вектор Значит А штрих и штрих Ж штрих Умножить на Б Штрих Давайте сначала возьмем разные индексы здесь То есть сначала объект третьего ранга Рассмотрим Как они преобразуются? Значит Записываем А и Ж Б К Теперь нам надо понаписать сюда Наверное Места чуть-чуть не хватит Вот так Два тензора А и один тензор Б Тензор Матрицы преобразования для верхних индексов Значит И штрих И Ж штрих Ж А Б должно быть С верхним индексом К Нижним индексом К штрих Теперь мы с вами хотим получить С штрих И штрих Это то же самое, что мы возьмем К штрих равное Ж штрих Здесь Это А Штрих И штрих Ж штрих Б Ж штрих Значит В этом выражении заменяем К штрих на Ж штрих Значит А И штрих И А Ж штрих Ж Б К Ж штрих А И Ж Б К Ну А И Ж Б К Это у нас не что иное, как А Еще рано Про это Еще про это рано Значит Теперь Рассмотрим Отдельно два вот этих вот Тензора Значит Я здесь Некую непоследовательность проявил Мне сначала надо было ввести тензор дельта Я извиняюсь Симметричный тензор Потому что он мне сейчас понадобится Ну ладно Значит Давайте сделаем так Сейчас 15-20 Вот Я это выражение сфотографирую Да И в следующий раз я Определю тензор дельта И потом мы с вами продолжим вот это преобразовывать Надо было лучше подсматривать свою тетрадку Потому что в тензорах очень важно В какой последовательности вы все рассказываете Иначе там это возникает Нахлесты одного на другое Все Тогда всем спасибо В следующий раз продолжим Субтитры сделал DimaTorzok